В советском суде Казани сегодня избирали меру пресечения экс-начальнику отдела уголовного розыска МВД Татарстана 39-летнему Роману Пахомову. Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, в апреле этого года им была получена денежная сумма в размере 100 тысяч долларов США. Он обещал решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности одного из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. За свои услуги мужчина просил 7 миллионов рублей. Все остальное было предназначено для посредников, личности которых сейчас устанавливаются. Мужчину задержали с поличным при передаче ему 100 тысяч долларов. Своё вино он признал частично. Суд, изучив ходатайство и приобщенные к нему материалы, выслушав доводы сторон, принимая во внимание, что обвиняемый имеет постоянное место жительства, имеет наиждевение несушеннолетних детей, ранее не судим, имеет государственную награду, дал показания причастности к совершению преступления, пришёл к выводу о необоснованности ходатайства об избирании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу. Суд постановил оставить Романа Пахомова под домашним арестом до 5 июня. Однако прокуратура намерена обжаловать данное решение, считая, что эта мера слишком мягкая, и намерена добиваться заключения подозреваемого под стражу. Продолжение следует...